Приветствую вас. Понимаете, какая штука? Чтобы получить ответ, вам нужно задать вопрос. Нужно определить то, чего вы хотите вообще, в целом. Чего вы в целом для себя хотите. Что вам в целом для себя нужно. Опять же, только после этих моментов, только после вот этих вот аспектов можно будет говорить о том, какой ответ вам дать. Только после того, как вы для себя определите, что вы хотите. Только после того, как вы для себя определите, что вам нужно. Потому что то, что вы описываете здесь и то, как вы описываете свою ситуацию. Ну, это скорее, знаете, больше вопросов вызывает, чем ответ. Потому как у вас противоречивые очень чувства. С одной стороны, вы к девочке испытываете симпатию, да? С одной стороны, вы к девочке испытываете симпатию. И хотите, я так понимаю, с ней быть вместе, быть с ней в отношениях. С одной стороны. Но, с другой стороны, вы поступаете так, что вы угоняете себя по факту за френдзону тем, что, во-первых, спасаете ее. То есть, жертвуете собой. Жертвуете собой ради нее. Что является обесценивающим фактом по сути. То есть, вы приносите себя, как бы, в жертву ей. Да? То есть, вы помогаете ей, вы что-то делаете для нее. Вот. И тем самым, вы строите отношения на очень зависимых основах. То есть, вы строите отношения на основах треугольника Кармена, по сути. То есть, это, ну, это спасительство. Вот. И, если честно, я не думаю, я не думаю, что это для вас хорошо. Если честно. Вот. Я думаю, что это для вас, скорее, негатив, негативная составляющая. Потому что девушка, она воспринимает вас, получается, исключительно, только как, ну, как какого-то, вот, спасителя, да? Какую-то, да, палочку-палочку-вручалочку. Да? Вот. И все. Я не думаю, что это то, чего вы для себя хотели бы. Вот. Есть ощущение, что вы в себе не уверены. Есть ощущение, что вы не до конца понимаете, чего вы хотите на счет для себя. То есть, есть ощущение, что вы вот не до конца отдаете себе отчет в том, ну, в том, что вам нужно. Вот. Есть у меня такое ощущение, что есть ощущение, что вы вот не знаете, что хотите вообще. Вот. И мне кажется, что этот момент, он важен. А, потому что вы не определились сами, то есть, вот, самостоятельно, вы не определились с тем, в какую сторону ходить. Хотите, ну, хотите двигаться. Вообще. Вот. И, соответственно, отсюда и трудности отсюда, и проблемы отсюда, и непонимание. Непонимание. Того, для чего это все, зачем это все, с какой целью это все, а? Я думаю, что девочке вы помогаете своей не совсем искренне, ну, это не своей девочке, а вот этой девочке, о которой идет речь. Вы помогаете ей не совсем искренне, я так думаю, а я думаю, что вы помогаете ей, чтобы расположить ее к себе, а при том, что больше рычагов, каких-то вот рычагов воздействия на нее, да, а у вас нет. Ну, то есть, вы не ощущаете, что между вами есть, вот, что-то такое общее, видимо, не ощущаете, что вас что-то связывает. Причем, обратите внимание, что, что вы пишете. Поднакомился с одной девочкой из университета, которая мне прям запала в душу внешность и общения, с ней всегда весело и интересно, как ни с одним другим человеком. Но при этом, при том, что с ней всегда весело, как ни с одним другим человеком, при этом вы говорите о том, что у нее всегда есть депрессия. То есть, всегда есть какое-то вот депрессивное состояние. Вот. И это на самом деле вызывает противоречия. То есть, вот мне кажется, что этот момент вам желательно бы поисследовать. Что дает вам, значит, общение с девочкой. Конкретно, что вы получаете от нее? Вы говорите, что она вам запала в душу. Это означает, что, вероятно, вы с ней себя как-то чувствуете. Вот. Ну, давайте, давайте попробуем поисследовать этот момент. То есть, поисследовать то, как вы себя с ней чувствуете. Конкретно, да? Особенно, если учесть, что у нее там депрессия периодически. Ну, возникает, да, случается и так далее. Вот. То есть, поймите правильно. Здесь уже наблюдается какое-то вот расхождение. Ну, в позиции вашей от адреса. То есть, вы говорите то одно, то другое. Вот. Я вас не обвиняю. Я вас не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы об этом поразмыслили. Потому что это важно. Идем дальше. Так. Но на тот момент у нее были отношения. Я не мог признаться ей своей симпатии к ней. Понимал, что если она делилась со мной лично, значит отношения недолго продлятся. Я смогу с ней попробовать все равно чат. Здесь очень интересный момент, на мой взгляд. Потому что тут у вас есть четкая позиция по вопросу. То есть, есть четкое понимание, что если так, то так. То есть, если она со мной чем-то делится, то у меня есть шанс с ней построить отношения. И то, что у нее есть, у нее есть, у нее были отношения на момент, когда мы начинали взаимодействовать, я не мог ей признаться. В том же, у меня к ней чувство. Это позиция? Да. Это позиция. Это ваша позиция. Другое дело, что, если первая позиция, когда вы пишете, что, ну, что, я не мог ей признаться, потому что, она была в отношениях с другими, эта позиция, понятно, она касается вас. И это означает, что у вас вот такие ценности, вот такие ценности ваши. И это окей. Но, когда вы говорите, что, если она делится со мной, будет делиться со мной, если она будет делиться со мной личным, то я смогу построить отношения, да? Это вот, если честно, не совсем понятно, почему вы так решили, с чего вы так решили, на что вы опираетесь, вот, в своем суждении, вот. Слушайте, она может, она, как видите, делится с вами чем-то просто, потому что, ну, так нулю. Вот. Я смогу с ней попробовать что-то начать. Это когда вы говорите о том, что сможете попробовать что-то начать с человеком, подразумеваются, ну, какие-то отношения, да, подразумеваются отношения какие-то. Вот. И у меня к вам возникает вопрос, тогда, вот складывается ощущение, что вам отношения очень нужны, складывается ощущение, что вам отношения очень нужны и важны. Я бы хотел понять, для чего. Я бы хотел понять, зачем вам отношения, почему вы так хотите с ней что-то начать. Так получилось, что ее парень приревновал ее ко мне и сопретил общаться со мной, а чем я узнал только много времени спустя, и наше общение практически прекратилось. То есть, там отношения выстраивались, ну, скажем так, не лучшим образом, да, я так вот подозреваю. То есть, ревность, да, имела место быть и какие-то еще, еще аспекты, моменты. Парень ее приревновал, то есть, это означает, что он не очень, не очень уверен в себе человек. Вот, ну и, сами отношения очевидно, что выстраивались не на доверие, да. Вот, вы говорите, что наше общение прекратилось. Прекратилось, я так понимаю, по инициативе девушки. Дальше вы пишете, что после этих отношений мы возобновили все-таки его. После каких отношений, не очень, не очень понятно. То есть, вы имеете в виду здесь отношения девушки со своим парнем, который ее ревновал, или вы имеете в виду что-то другое. Если честно, на этот момент он не ясен, совершенно, по крайней мере, мне. Дальше, я пытался звать ее гулять, но получал только какие-то невнятные отмазки, а получалось только общение в интернете, и то оно было постоянно нестабильно, потому что видели, что с ней переписывались, переписывались, просто надоедала. Ну, здесь очевидно, что девушка боится сближения, какого-то, да. То есть, вот, просто, ну, просто боится, просто боится сближения, боится близких отношений. Вот, ну, видимо, у нее есть какие-то основания на это, на то, чтобы бояться. Вот, кстати, есть такие люди, которые, ну, элементарно, да, элементарно боятся. Близ, 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 есть такие, значит, люди, вот. И вопрос заключается в том, вопрос заключается в том, отдаете ли вы себе отсчет в том, что ваша девушка вот она такая, по сути. Вот, если отдаете, то хорошо, если нет, то, ну, наверное, отношения вам с ней будет построить. Крайне затруднительно, потому что, ну, к ней нужен особый подход, как вы понимаете. Вот, особый подход предполагают и помощь специалиста, которую она, я так понимаю, отвергает, вот. Вот, и, соответственно, особые отношения, ну, с вашей стороны, на которой она рассчитывать тоже особо не может. Я так, опять же, предполагаю. Дальше. Так, я не хотел говорить о своих чувствах не вживую, и законял себя еще в большей рамке. Ну, смотрите, здесь, если честно, я не очень понимаю, о каких рамках идет речь. То есть, какие рамки вы себя загоняли? Как вы это делали? Как вы это делали? Вот, конкретно. То есть, ну, непонятно. Непонятно, о каких рамках здесь идет речь. Вот. Серьезно. То есть, вы имеете в виду, что своими действиями вы провоцировали у нее к вам дружеское отношение. Я так полагаю. Вы это, наверное, имеете в виду. Если так, то да. Но, опять же, а почему так возникает? Вопрос. Когда мы пересекались в универе, я ей помогал с учебой, занимался умственнее по сложным предметам. Всегда меня долгало, что сопринимать еще, чтобы больше с ней видеть. Я не понимал, что происходит, что происходит в смысле. В итоге, все больше загонял себя в друзья. В смысле? В смысле? Какие конкретные действия вы совершали и совершаете, чтобы загонять... Чтобы... 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 Догнать себя в ее друзья. Непонятно. Пытался хотя бы до чего-то довести ситуацию, надоело эту неопределенность. Вы считаете здесь... Вы считаете здесь... Что? Неопределенность это исключительно... Как бы... Прерогатива ваших отношений. Но не вас. Как такового. В итоге мы все-таки пошли пару раз погулять. Отлично провели время с ней. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что вы как бы, ну, выбили у нее это согласие на погулять. Эм... Так, она говорила, да, пойдем еще гулять с тобой. Было видно, что ей это стало классно, но дальше слов не уходило. Мы все равно редко гуляли. Но это означает только лишь, что... Либо вы для нее недостаточно важны, либо у нее проблемы. Я решил, что хватит это все тянуть. Признал в ее симпатии. Зараз не использовать громких слов о любви. Просто сказал просто, что хочу, чтобы ты знала. Так, так, так. Попробовать с собой отношения завести. Не обязательно сейчас. Не понимаю, что происходит. Почему увидимся так редко. Ну, вот... Ммм... Ощущение, что вы как будто очень сильно от человека, от человека зависите. Знаете, что... Девушка вам настолько важна, вот настолько, настолько она вам важна, что вы... Прямо таки... От нее ждете, что она вам даст определенность. Она определила меня во френдзону. Сказала, что ей комфортно сейчас. Хочет, чтобы мы просто остались друзьями. Ну, это означает, что у человека либо нет чувства, либо она, опять же, боится просто сближения. Причем она сказала, что ей за последнее время, оказывается, стал самым... Я ее стал самым близким лучшим другом. Поскольку других таких друзей у нее нет. Поперечек у нее нет. Она общается, в основном, с друзьями парнями, с которыми она не может быть искренней. Которые ее тоже заурегуляют постоянно. Она в своем разговоре, в основном, только со мной решила пойти погулять. Эээ... Вы знаете, ммм... Тут надо здраво сказать, что... Девушка общается с парнями в этой семье, аээ... Потому что ей так легче, ей так проще. Но, с другой стороны, отсутствие контактов, значит, с, вот, своим полом, говорит о том, что человек себя, как, вот, именно, как представителя пола не идентифицирует. Ну, и, конечно, проблемы здесь с общением. Хотя... Эта история про то, что... Ее много кто зовет гулять, и она ходила только с вами. Эта история... Кхм... Не вызывает... Доверия. То есть, как... Так... Так он нам... Ага... Так. У нее, похоже, есть проблемы с психикой. А... Постоянно нервничает с любых партиков. Много о чем загоняется, и какая-то вечная депрессия. У нее не любят особо гулять, уделять время в жизни человеку, только переписываться, принимать подарки. Ах... Принимать подарки она что-же не любит? Не любит. Чуть не понял... Не понял... В общем... Ей нужно было сама обратиться к психологу, что я не раз говорил, но я ее поддерживал и отказывался на каждую ситуацию, в которой она переживает, и это было... Ну, она очень помогала как-то. Так, ну, у нас здесь сплошняком идет, эм... текст. Так, давайте, давайте еще раз, эм... значит... У нее есть проблемы с психикой. Эм... допустим... Допустим, у нее действительно есть проблемы с психикой. А... Отдаете ли вы... Отдаете ли вы их... Вы отдаете ли себе... Отсчет в том, Что? Эм... По факту, выбираете себе в пару ту, у кого, собственно, есть эти самые проблемы с психикой. Опять же, особое отношение и поведение. Нет. Дальше... Так... Эм... Я ее поддерживал, эм... Значит, так... В общем... Эм... Так... Эм... 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 Так... Эм... 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 Только приписываться, принимать подарки. Ну, вот это тоже, да, как бы... Эм... Посмотрите, выгодно ей. То есть, она не делает ничего, что ей не выгодно. Эм... Эм... В общем, ей нужно было самообразиться к психологу, что я не раз говорил. Эм... Во-первых, почему вы так решили. Во-вторых... Эм... 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 Почему вы не раз позволяли себе это говорить. То есть, вы считаете, что человек с ним что-то не так. Эм... Вряд ли, человек, который считает, что вас с ним что-то не так, будет, эм... 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 Значит так. Я ее поддерживал, высказывался на каждую ситуацию, которую она переживает. И это было важным, чем помогал ей хоть как-то. Но я не мог быть только другом, который поддерживает всегда. Всегда. Эм... Вот точно-то же, эм... Эм... На мой взгляд, довольно важный момент. Вы говорите, что не можете быть, эм... 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 Эм...